И в росте, и в весе. Посмотрим, как справится Эльнар именно с таким соперником. В любом случае, есть преимущество в росте. У Эльнара Ибрагимова 177 сантиметров, только в 73. 23 года Эльнару Ибрагимову, 24 года Александру Поплесному. Но это у нас наилегчайшая весовая категория. 61 килограмм. Орш жаунгер мыс, бен таныстыруға рухсадер ездер. Аллаңның көкбір үшіндағы жауынгердің кәсіп қой рекордында. 16 женіс, 7 женіс. Оның бойы 173 сантиметр. Салмаға алпыз бір келі. Киев, Украина. Карт салайыздар, Александр Поплесный. Оның қарсыласы, Аллаңның қызыл бүр үшіндағы жауынгердің кәсіп қой рекордында. 37 жегіз, 5 жегіз. Оның бойы 177 сантиметр. Салмаға алпыз бір келі. Баку-галыæзғалғы Азербайджан. Карт салайыздар, Эльдар, Ибраа-шіыма! Рэперер И Ақтылев А acknowledged. Ақтылев АҚырбыев backthton because of pew катыс. Последние установки перед началом этого поединка. Причем он сейчас говорит правил на казахском языке. Я вряд ли предполагаю, что Ильнар и подлесные. Но это только для протокола. Это формально, да. В целом они оба профессионалы и понимают, что можно делать, что нельзя делать. К тому же с каждым бойцом в раздевалке перед началом турнира поединка проводят эту беседу. Поэтому вы не думайте, что только лишь сейчас рефери рассказал правила. Формальности, да, скажем так. И они соблюдены. И мы готовы начать. Ильнар Ибраимов Александр Подлесный. 61 килограмм. В синем углу Подлесный и Подлесный в красном углу Ибраимов. Сразу с ног начинает. Даже с разворота сейчас успел сделать удар. Боец из Баку. Но в целом Подлесный это все видит. Атакует сейчас логиками Подлесный. Еще раз. Да. Кажется, мы примерно стратегию начали понимать. Ильнар Ибраимова отбить корпус. А потом уже, возможно, во втором-третьем раунде чуть активнее работать. О-о-о! Подхватил сейчас ногу на движении. Да, Ибраимов Александр перевел бой в партер. Да, довольно-таки агрессивно начинает. Подлесный сейчас взял так называемый оверхук. Блокирует руку. Сможет ли здесь... Нет. Не стал делать свип. Не стал заморачиваться. Затянул в гард. И очень плотно сейчас работает. Судя по движениям правой ноги. Метит на что-то вроде треугольника. Ну, Ильнара, конечно, не проведешь. Он все это видит, чувствует. Руки держит на месте. Между прочим, из 16 побед 8 одержанной болевым времом Александром Подлесным. В карьере. Да, и чувствуется, да, вот эта грепплерская хватка. Довольно-таки плотно сейчас Подлесный работает. Вяжет. Вообще не дает шансов побить. Возможности, да, побить себя. Ибраим вынужден... Вот, теперь, видите, он почувствовал вот эту плотную работу в партере. Сразу встал на ноги. Хорош! Зашел прям с этим ударом. Ударом в корпус. Да, и до этого, наверное, обратили внимание. Очень много по корпусу бьет с первых минут Эльнар. И, возможно, это его цель, это его тактика, да? Измотать. Измотать, отбить корпус, сбить дыхание. А потом уже... Да, в поздних раундах, чтобы это сказалось как раз-таки на кондициях соперника. Попытался сейчас обойти гард, но... Если говорить о грепплинге, Подлесный кажется более, да, таким... Да, и обратите внимание, что партер он абсолютно был спокоен, был уверен в том, что он делает. Отлично тут головами, да? Кажется, столкновение головой, кажется, было. Да, было четкое, но, надеюсь, рассечения нету. Обидно было бы получить рассечение от такого удара. Такое в боксе, кстати, часто происходит, что в любительском, в профессиональном. Очень часто. Удар с разворота от Ибрагимова. Теперь уже сам прессинговать начал Подлесный. Лоу-киком атакует сейчас Александр. Да, понимает, что первую половину раунда он отдал, поэтому... Оу, неплохо так, сконтрил на противоходе, но хорош на ногах, Ибрагимов. Отлично, размен. Чуть-чуть близко подошел Подлесный, не попал, куда метил Эльнар. Остается у нас 90 секунд до окончания первого раунда. Бэкфист! Бэкфист! Это было неожиданно, да? Да, я и пытался сейчас сблизиться со Супермен Банчом Ибрагимов. Оу, буквально высекает сейчас своего лоу-кика. Да, раунд однозначно Ибрагимов забирает, но это не повод расслабляться. Подлесный. Завершняя самоуверенность, конечно же, с бойцами всегда играет злую штуку. Да, согласен. Оу, видел эту комбинацию. На выходе, да, не ожидал, а хайкик слева. Он прям пошел под эту ногу, но чуть-чуть не дотянулся все-таки подлесный. В комбинации любит пользоваться, по крайней мере, раньше Дональд Ковбой-Серона сразу вспомнился мне почему-то. Каллина в прыжке, но не было точного попадания. Попытался даже подхват здесь соорудить. Ильнар Ибреимов, будет ли тейкдаун? Одну ногу придерживает. Тейкдаун однозначно нужен Ибрагимову для того, чтобы закрепиться в судейских карточках как победитель первого раунда. Но даже если не сделать, на мой взгляд, подлесный в этом раунде ничего такого не сделал, чтобы... Отдавать ему раунд, да? Да, претендовать на победителя в этом раунде. Кстати, работа сейчас по смене прямо возле анонса следующего ивента. Хорошая защита Ибрагимов. Подлесный, извиняюсь. Ибрагимов решает отказаться от идеи сделать тейкдаун. Здесь секунда окончания. Что-то показывает, что что-то не так с Ибрагимовым. Возможно, пальцем попал в глаз. Зайдкик. На повторах мы сейчас увидим. Да, очень уверенно, кстати, забирает этот раунд Ибрагимов. И первый раунд подходит к концу. Да. Был тучок в глаз, да? По-моему, был тучок в глаз, да? И даже отсюда видно небольшое покраснение на глаз. Вот он, момент перевода в кластер от Ибрагимова. Было обоюдное нападание тиками со стороны и Подлесного, и Ибрагимова. И сразу в корпус, да, удар обратили внимание. Хорош. Установку выполняет. Вот этот момент, когда они столкнулись с головой. Напоролся, да, скажем так. Заимок и четкий бэкфист. Нанесен от Ильнара. Между прочим, Александр Подлесный сейчас идет на серии из двух побед подряд. Но, к сожалению, в величии в 2021 году не выступал Александр Подлесный. Его последний поединок был в 2020-м. Второй раунд. Именно в этом раунде Подлесный должен внести какие-то изменения. Потому что, если этот раунд отдать, то в третьем уже, возможно, будет поздно. Комбинация от Ибрагимова. Отлично. В две ноги сразу же. Да, на тайминге, да, так он поймал на движении. На противоходе, да. Ну, классика. Почувствовал этот момент. Идеальный, да, можно сказать. ММАшный проход ноги. Идеальный. Сейчас пытается улучшить свою позицию, обойти защиту. Занять доминирующую позицию для нанесения ударов. В последнем месте хочет занять позицию бокового контроля Ильнар. Партере очень опасен. Подлесный это понимает Ильнар. Встает на ноги Александр. Будет ли оттуда Кимура грипп? А, нет, даже не попытался это сделать. И без проблем переводит заново Ильнар. Но контроля нет, к сожалению. О, размена. Тут уже подлесный хорош. Еще раз. Уже три раза слева попадает. Отличная комбинация, да, подлесная. Начал держать высоко свои руки. Да, и показывает, что в принципе в стойке тоже. Не сильно-то уступает. Однозначно не уступает. О-о-о, колено он сейчас поймал навстречу. Буквально съел этот удар Ибраимов и пошел вперед таранить. Сейчас будет пытаться использовать сетку, чтобы сделать тейкдаун. Будет ли он пытаться этого делать? Потому что в партре подлесный хороший. О-о-о, на выходе. Сам пытался подлесный сделать. С разворота локоть не получился, но он сразу же рукой давал. Ибраимов также готовит этот удар. Мидл кик и снова попытка проведения подсечки. Да, но все же эти две минуты больше результативнее, мне кажется, был Ибраимов. Да, были такие успешные моменты у подлесного, но нельзя сказать, что этого будет достаточно для того, чтобы выиграть второй раунд так же. Да, в какие-то моменты взрывался, был лучше, но в целом поединок пока в пользу бойца из Азербайджана. Азербайджан, а что произошло? Что произошло? Что это такое? Удар в корпус. Это технический накалка. По-моему, это был даже режущий удар такой, знаешь, ливий панч. Я не понял, что произошло. Печень пробил. Сейчас мы на повторе обязательно этот момент увидим. Пробил печень, говорят. Давайте посмотрим. Кажется, этот удар был такой скольз, довольно-таки неприятный. Сейчас этот самый момент увидим. Коленом попал Александр Подлесный. На противоходе. Кстати, он этот удар вот в этом же раунде делал, кстати. И обратите внимание, когда ты пропускаешь удар по корпусу, больт, они сразу тебя настигают. И он встал на секунду, это Подлесный. Да, Подлесный, вот о чем мы говорили, опыт. Да, темная лошадка Александр Подлесный сегодня удивляет точно. Очень сильно удивил, конечно же. Поздравляем Александра Подлесного. Яркое выступление, да, мы говорили о том, что первый раунд выиграл Ибрагимов, Ильнар Ибрагимов. Второй раунд, что, скорее всего, тоже отдадут ему, но вот эта колена, конечно же, в корпус. Все испортило для Ильнара. Ну, Подлесный, на самом деле, удивил. Очень сильно. Очень сильно. И вот этот раунд, и вот этот минут, и вот этот минут, и вот этот секунд, и вот этот ток, и вот этот ток. Техникал нокаута Женщик Житкен. Александр Подлесный! И вот этот раунд за 17 побед, и тем самым сейчас он на победной серии из трех боев подряд.